Как должны вести себя родители, когда видят, как старший ребёнок начинает завидовать, как родители уделяют всё внимание младшему, подрастающему ребёнку? Да, это очень интересная психологическая черта, которая доказывает, что наши даже трёхлетние и двухлетние малыши не невинны, не ангелочки, как иногда нам кажется. В них уже присутствует какое-то самолюбие, потому что при рождении сестрички или братика вдруг, вы видите, надуваются губы, глаза собираются в кучку, настроение вчерашнего всеобщего любимца портится. Родители, безусловно, не должны пропускать мимо своего внимания подобные грешки и умело их врачевать. Каким образом? А мы с вами только что сказали, что авторитет старшего братика или сестрички – это очень значимый фактор в формировании нравственных качеств личности тех, кто рождён после них. И когда мальчик или девочка, старшие, проникаются с заботой, видя маму, которая встаёт по два-три раза ночью или догадываясь об этом, невольно дети в это русло входят и поддержать малыша, и пообщаться с ним, и спеть ему песенку, и нарисовать ему картинку. Пусть ребёнок ещё не выражает вслух своих мыслей, но он будет глазёнками напряжённо смотреть на собственное изображение, пусть неумело сделанное старшим братом, и провести влажную уборку, влажной салфеточкой вытереть манеж, каждый прудик отдельно. А сегодня мы пойдём в детский мир, вновь открывшийся, будем выбирать игрушку. Скоро именины твоего братца. Вот и подумай, какую мы выберем игрушку, какую-нибудь американскую Барби или русскую красавицу с косой и сарафаном? Что для нас дороже, американский образ жизни или русский стиль? Ну, конечно, Василису Премудрую мы предпочтём Анжеле Дэвис. И вот так, используя все добрые предлоги, мы потихонечку будем взращивать в детях самосознание будущих мам и пап. Почему, между прочим, так хорошо найти невесту из многодетной семьи? Да потому что она не белоручка, потому что она не принцесса на горошине, да потому что она знает, как за три минуты сделать шарлотку, она знает, как взбить гоголь-моголь, а это элитное угощение в день рождения. Она, как пчёлка, носится по дому, всё приводит в порядок. Сравните это с какой-то несмеянной, которая всё время конючит, что-то выпрашивает у родителей, не знает, куда себя деть, гниёт на корню. Вот родители должны чувствовать эту тонкую материю, тонкую фактуру, и буквально с самых нежных детских лет взращивать психологию скромного труженика, радость которого заключается в том, чтобы отдавать, а не приобретать, созидать, а не ломать. Ну, в теории это всё очень красиво выглядит. На самом деле воспитатели могут и не защищать кандидатских диссертаций на тему возрастной психологии, но они должны выстроить этот мир и, конечно, прежде всего, собственным примером, устроением собственной души.